библия говорит алексей алексеевич вопрос прислал нам полина хороший вопрос очень но перед но прежде хочу попросить наших дорогие слушатели подпишитесь на наш канал если вы еще не подписаны и поставьте лайк это помогает божьей истины распространяться еще шире вопрос очень хороший алексей алексеевич это переживает девушка о поведении ребят по отношению к девчатам которые начинают ухаживать у меня очень важный и нужный вопрос который интересует большую часть незамужних девушек как должен вести себя молодой человек по отношению к понравившейся девушки ведь парни из мира и парни из церкви это разные люди естественно поведение должно быть противоположным с разным отличаться я не совсем понимаю о чем она говорит что поведение должно быть противоположным по простой причине священное писание не делает различия между тем кто как был воспитан и кто из какой среды пришел священное писание говорит о нормах отношения христианского отношения всех людей причем не только парни понравившиеся девушки а христиан вообще по отношению друг к другу ну вот посмотри на 12 глава послание к римлянам начинается интересными словами апостол павел подводит итог 11 глав где он объясняет суть спасения он говорит о евангелии он говорит о том что мы спасены благодатью праведностью иисуса христа что эта праведность она и живет в нас теперь и она действует у нас в результате как чего происходит борьба с грехом мы побеждаем этот грех силой духа святого который живет в нас мы торжествуем во христе 8 глава то есть он описывает все это и 11 глава заканчивается ибо все из него им и к нему вот такая песнь благодати и дальше говорит итак умоляю вас братья милосердием божиим представьте тела ваших жертву живую святую благоугодную богу для разумного служения вашего и в процессе того он процессе того как он рассказывает что это значит практически он касается вопросов конкретно сферы взаимоотношений эти вопросы включают себя очень интересные аспекты вот посмотри 9 стих любовь да будет непритворно отвращайтесь зла прилепляйтесь к добру то есть всякая форма зла раздражение какая-то обидчивость и ревность зависть всякая форма мы от нее отказываемся но прилепляемся к добру мы ищем того чтобы мы могли любить то что благо ценить это учиться этому пропитываться тренироваться и дальше говорит говорит будьте брата любви друг к другу с нежностью в почтительности друг друга предупреждайте он описывает это отношение и это независимо от того человек стал христианином и это касается его это то что должно стать его целью это то что христос производит культивирует это то что дух святой делает смотри галатам 522 плоть же духа любовь радость мир долготерпение кротость милосердие воздержание верность добро то есть благость то есть все вот это это касается всех любого христианина который который познал иисуса христа который в котором живет божий дух этот божий дух действует в нем производит в нем свои перемены и когда мы говорим о том что вот эти плоды духа они они растут они производятся в сердцах молодых людей и они управляют их жизнью вообще и в том числе и взаимоотношениями с девушками и когда мы говорим об этих взаимоотношениях то здесь нужно понять еще одну дополнительную деталь которая содержится в таинстве брака в таинстве взаимоотношений между одним мужчиной и одной женщиной и когда мы говорим об этой об этой об этом таинстве брака мы говорим о том что это особая форма в которой два человека мужчина и женщина они имеют максимальную степень доверия друг к другу вот это такая степень доверия друг к другу которая невозможно больше ни с кем это очень важный элемент который и представляет собой сердцевину взаимоотношений в браке сердцевину взаимоотношений в браке это не только секс и не столько секс сколько доверия двух душ друг другу и когда мы говорим о том что человек пытается построить семью вот в этом пути к тому чтобы девушка согласилась или девушка присматриваясь к парню он и задает себе вопрос он ко всем с почтительностью относится и кто и девушке которая ему не нравится или он не видит в нее потенциальную невесту потенциальную жену и кто и которую видит он и к одной и другой должен в почтительности он должен быть братолюбив он должен сострадать радоваться с ее радостью и плакать с ее скорби но с какой-то девушкой который он заинтересован он ищет возможности может ли быть у нас большая степень доверия если здесь достаточно свободы с моей стороны и с ее стороны что она готова воспринимать меня как того кому она может доверять и я могу ее воспринимать как ту которую я могу доверять и это очень постепенный процесс этот процесс не такой что вот человек встретился и поговорил и и сразу же у них вот такая максимальная степень доверия нет для этого нужно время и скорее всего наверное вот эта девушка она имеет в виду что может быть даже не понимая это каким образом перейти от состояние в котором совершенно люди далекие к тому состоянии в котором они готовы посвятить себя друг другу еще одна деталь конечно же люди которые воспитаны в церкви люди которые воспитаны вне церкви у них есть разные точки которые являются трудными для них кстати говоря об этом здесь нужно отметить еще такую деталь совсем не обязательно этот водораздел проходит между воспитанными в церкви воспитанными не в церкви очень часто люди которые воспитаны в церкви ты можешь увидеть что в семье в которой он вырос практиковалась или так скажем недостаточно практиковалась христианское благочестие и этот человек будет нести на себе какие-то сферы в которых он продолжает бороться и с которыми ему труднее и поэтому здесь девушка которая видит потенциального претендента она и должна это учитывать понимая что да этому человеку придется еще много бороться с этой сферой своей жизни готовы ли ты принять его и доверять ему здесь речь не идет о каких-то вопросах вопросах унижения друг друга каких-то вопросах обид здесь здесь все очень просто ты смотришь на жизнь и ты задаешь себе один вопрос способна ли я любить этого человека то есть приняв его частью своей жизни доверить ему саму себя и воспринять его доверие так чтобы вы вместе помогали друг другу уподобляться христу большей степени спасибо алексей алексеевич драгоценное если вы первый раз впервые на нашем канале то мы хотим напомнить вам подпишитесь поставьте лайк и поделитесь с другими этой программой она обязательно господь поможет и ответит кому-то кто сегодня задает этот вопрос на сегодня все храни вас господь а